Привет, зрители! Я что-то тут вдохновилась от тем, что меня раскрутили на стрим про сказки у костра, правда, было там полтора землекопа. Ну, может быть, конечно, надо мной постебались, как и бывает, но с другой стороны, может есть те, кому это интересно, или есть те просто, кто пришёл, послушал, поржал, получил заряд позитивной энергии и пошёл дальше. И я решила, вообще полазала по своему каналу и пришла к выводу, что, оказывается, я не зачитывала весь этот свой литературный бред. Я решила исправить положение и зачитать одну тему, надеюсь, мне не приснится потом человек, который был прототипом вот этого всего. Пьяный ёжик. Безлонная ночь. Звёзды спрятались в ожидании чего-то жуткого, кровавого. Ветер стих. Тишина, как перед бурей. Даже призраки куда-то запропастились. Дорогу нифига не видно. Темно. Страшно. Ну, разве пьяного ёжика чем-то испугаешь? Ёжик шёл домой, покачиваясь из стороны в сторону, то ли улица кривая, то ли ноги колесом пропил кто-то сзади. «А?» – спросил пьяный ёжик. Скорее. Это было даже не «а», а что-то по типу «э». Ёжик больше напоминал сильно перебравшего человека, чем ёжика. Хотя в эпоху мобильных телефонов возможно и такое. На ёжике были некогда голубые джинсы. Вполне возможно, что ещё утром они ими были. Кожаная куртка тёмно-коричневого цвета. Из-под неё торчал серый свитер. На нижних конечностях обитали не то ботинки, не то кроссовки. Серо-буро-малиновое. Волосы торчали в разные стороны. В левом локаторе висело колечко. «Оно ик. У меня ик». «С пружинкой», – сказал пьяный ёжик. «Сейчас нарисую». Ёжик сел на корточки, взял прутик и принялся выводить на те какие-то закорючки. «Гениально!» «И как он ещё что-то видит?» – выдали сзади. На голове у ёжика были чёрные пластмассовые очки. «Может быть, летом при свете солнца они ему как-то и помогали, но вот ночью, да ещё зимой, будь даже и бесснежно зимой. Зачем ему эти очки?» «У меня аллергия на солнце!» – пояснил пьяный ёжик. «Интересно, где ты тут солнце видел?» – спросили сзади. Ёжик поднялся, попытался развернуться и шмякнулся головой об асфальт. «Упс! Любимое дело, что бы ни случилось, никогда не забывай про любимый, про асфальт!» – донеслось сзади. «Сейчас храпеть будет! А мне на работу надо! Я же совсем дорогу не знаю, нам же по пути! Чувак, не спи! Чертёнком станешь!» – донеслось же сверху. Ёжика не думал спать. Собрав остатки полутрезвых изверин, соединив их со множеством пьяных, повертел глазными яблоками и поднялся на ноги. Ёжик постоял немного, потом поднял правую верхнюю конечность вверх, растянул лыбу и помахал неизвестно кому. Растительность на фейсе говорила о двухнедельной небритости. «Чувак, ты с кем здороваешься?» – спросили сзади. «Салу!» – примямлил ёжик. «С белой вороной, придурок! С белой вороной!» Прошелестело где-то в пьяных мозгах. «Да, с белой вороной!» – повторил ошарашенный ёжик. «Интересно, что такое он пил?» – удивились сзади. «Что его так глючит? Где он тут ворон видел?» «Тем более белых!» Ёжик вновь предпринял попытку понять, с кем это он разговаривает. И на этот раз более удачную. Развернувшись на 180 градусов, он узрел деву юную. Вечно молодую девушку смерть. «Каждый видит только то, что хочет увидеть», – сказали где-то сверху. «Привет!» – раскрыл рот ёжик. «Ты пьяный ёжик, придурок!» «Пьяный ёжик!» – пришелестело в пьяных мозгах. «О, дьявол!» «Как же мне надоело обо всём ему напоминать!» «Привет!» «Я пьяный ёжик!» – сказал ёжик. «Я так давно с тобой не общался!» «Чувак!» «Ты чё?» «С какой радости тебе со мной общаться!» «Ты мой проводник!» «Не больше и не меньше!» – сказала вечная юная девушка смерть. Ёжик издал жалобно-голестный вздох. «Я ведь совсем ничего о тебе не знаю!» «Как же так?» «Ещё не легче!» – выдала девушка смерть. «Почему ты всегда приходишь ради кого угодно, но только не ради меня?» «Кому угодно, но только не ко мне!» – спросил ёжик. «Ты ещё заплачь!» Усмехнулись где-то в небе. «Рано мне ещё к тебе приходить!» «Да и чё другие скажут?» – спросила смерть. «А я не отвечаю за мнения остальных!» «Если ты не понимаешь, что я чувствую, то я и не знаю!» Ёжик вновь горестно вздохнул. «Да, но и ночка выдалась! Столько пьяных ёжиков с тупыми мозгами мне не хватало!» – сказала смерть, обращаясь невезвестно к кому. «Ты, наверное, в не той школе учился!» – спросила ёжика смерть. «Там все с прибабахом!» «Нет!» – почти протрезвёл ёжик. «Я в не той школе не учился!» «Я...» «А где я учился?» «Голос из головы!» «Подскажи, а!» «Вот тупой!» «С голосом каким-то говорит!» – сказала смерть. «Побыстрей бы свет дали!» Пьяный ёжик выписывал кренделя по дороге, а рядом с ним прилазь уставшая смерть. «Не каждую ночь с придурком приходится общаться!» Неожиданно с неба повалил снег. Подул холодный северный ветер, где-то завылись собаки, и по воздуху заскользили белые полупрозрачные тени. «У-у-у! Мы привидения! Мы снег принесли!» «Ну вот, я шапку дома забыл!» – выдал пьяный ёжик. «Замёрзнешь, заболеешь, мингит похватишь, тупым станешь!» «Хотя куда уж тут тупее!» – сказала смерть. «Вот тогда и я приду, может быть!» «У-у-у! Тупой!» «У-у-у!» – были привидения, летая кругами над пьяным ёжиком. Парочка из них умудрилась пройти сходить ёжика, пересчитав попутно все его внутренности. Отдалившись от сотоварищей и приняв странный вид какого-то музыканта, один из призраков встал во весь рот перед пьяным ёжиком. «О! Томмели!» – обрадовался ёжик. «Томмели!» – а я ёжик. «А кто тогда пьяный?» – спросила смерть. «Ёжик – это имя, а пьяный погонял, а?» – пояснил ёжик. Тем временем привидение растворилось в своих сотоварищах. «Ой, Томмели куда-то делся!» – грустно сказал пьяный ёжик. «Придурок! Это был глюк!» – сказали где-то в области верхнего полушария мозга. «Не-е-е-е! Он по-другому выглядит!» «А этот Томмели, музыкант такой!» – растерянно выдал ёжик. «Чем это таким ты обкурился, а?» – спросила смерть. «Он даже знает, как галлюцинация выглядит!» «А я не говорю!» – «Ик!» – «Ик!» – «Ик!» – «Я только пью!» Привидения от нечего делать изобразили говорящий портрет ёжика. «Я пьяный ёжик!» – «Хе-хе-хе!» «Не-е-е! Я не так выгляжу! У меня у глаз морщинки, верхняя губа узкая!» «Да!» – выдала смерть. «Радовался бы, что без рогов ветристых, а то морщинки!» Одно из привидений начало вытанцовывать брейк. «Я тебя никогда такой не видел!» – сказал пьяный ёжик, обращаясь к призраку. «Вообще-то я оно!» – обиделось привидение и исчезло. «В цирку ехал, а клоун остался!» – сказал ёжик. «Не придурок! Это клоун ехал, а цирка остался!» – сказали где-то в голове. «Слышь, чувак! Косу не подержишь, а то чуть-чуть-то холодно!» – спросила смерть, протягивая ёжику ритуальный инструмент. «Мне зелёные дети с фиоретами волосами не нужны!» – заулбался ёжик, протягивая руку. «Чувак! От этого только в ящик ложатся!» – объяснила смерть. «Эх, выдался же денёк!» «Что не права от них, то маленький даун!» «Я не маленький даун!» – обиделся ёжик. «Ой, прости, пожалуйста! Ты большой даун!» «Не, с дауном я познакомился в не совсем той школе!» – сказал ёжик. «Да!» – сказала смерть. «Придурок! Ты так и не спросил, кто с тобой идёт!» – напомнил голос из собственной пьяной башки. «А я тебя знаю! Ты! Белого ворона!» – сказал ёжик. «Далась тебе эта ворона!» – вдохнула смерть. «Поскорей бы свет дали!» И как по мгновению руки дьявола на небо выползла луна и осветила уставшее лицо с ввалившимися глазами. «А-а-а-а!» – заорал ёжик. «Ну и чё ты орёшь? Смерть, что ли, не видел?» Удивилась смерть. «А-а-а-а!» – продолжал орать ёжик. Смерть подвесла по роду сложившимся черепом. «Детки, си сюда! У чувака истерика!» – позвала смерть. Привидения тут же вернулись в родное чрево, и смерть приобрела вполне человеческий вид. «Девяносто шесть девяносто!» – ёжик заткнулся и растянул лыбу. «Смерть! Хи-хи! А ты точно смерть?» «Ну, смерть, а смерть!» «А почему ты крана-то?» «Мне всего-то двадцать четыре года!» «А почему раньше не приходила?» «Я столько раз головой ударялся!» «Тут и видно!» – сказала смерть. «А сколько раз я до полусмерти убивался всем, что горит?» – продолжил удивлённый ёжик. «Странно! Полусмерть мне ничего не рассказывал, что ты до него упивался!» Озабоченно выдала смерть. Ёжик выписывал кренделя по дороге и тащил ритуальный инструмент. Снег закончился, ветер заткнулся, луна освещала всё, что рядом. Смерть плелась, перегруженная инфой и привидениями. «А как же я теперь пить-то буду?» «А кто же белую ворону доставать-то будет?» «Интересно! А когда мы уйдём? Что потом будет?» «Прорвало, блин!» – сказала смерть. То два часа молча кренделя выписывал, ни слова не сказал, то базарит без остановки. Уж я на него и вешалась, и что только не делала. Ну, внимание, а тут тарахтит, как пылесос. «А как я всем сообщу-то, что меня нет?» – пыхтел ёжик. «Слышь, придурок, у тебя вдохновение, что ли?» – спросили где-то сверху. «А вдохновение им?» Ёжика переклинила. «Сегодня ты выпил своё пиво, узнал много нового, не только себе!» – подсказал голос в мозгах. «Спасибо за 30% правды!» – сказал обиженный ёжик. «Блин, у парня предсмертная агония началась. И что мне с ним делать?» – выдавила смерть. «Не переживай, чувак, совсем немножко осталось». «Совсем немножко!» – прорепетал ёжик. «Я так мало пожил!» «Да, дерево не посадил, придурков не наплатил, шалаш не сорудил». Выдали где-то сверху. Вскоре показался большой пятиэтажный дом. «Ик!» – даже до дома не доживу. «Ик!» – слипнул ёжик. «Ну всё, пьяные слёзы пьяного ёжика» – выдали сверху. Смерть похлопал костлявой рукой по плечу пьяного ёжика. «Чувак, мы почти пришли! Косу отдай, а?» «Не-е-е-е! Я жить хочу!» – заорал ёжик. «Я же без неё работать не смогу!» – сказала смерть. «Не отдам!» – и побежал в обратном направлении. Шаг назад, два вперёд, три по вертикали – сказали сверху. «Вот чёрт! Бывают же придурки!» В силу своей нетрезвости ёжик бежал не совсем назад, а скорее по кругу. «У меня не получается!» Шаг назад, два вперёд, три по вертикали – пожаловался ёжик. Никому не обращаясь, я устал. И ёжик хлобы снулся на асфальт, при этом стальной хваткой вцепившись в ритуальный инструмент. «Ёжичек, я твоя мама! Дай мне игрушечку!» Пробила смерть грубым бракуренным голосом, наклонившись над пьяным. «Мама!» «Дай своей маме косоньку!» «На!» И коса оказалась в руке у смерти. «Ну, наконец-то!» И ёжик поднялся и поплёлся смертью. «Помирать так помирать!» «Да, но и денёк сегодня выдался!» «Сколько лет на земле существуя, такие придурки впервые попадаются!» Сказала смерть. «Ну всё, чувак, прощавай! Не поминай чёртом! Пошлай, а меня дела ждут!» И смерть свернула налево. «А как же я!» Удивился пьяный ёжик. «Финитая комедия!» Если тебе, зритель, понравился сей поток бытия, то дай знач в комменты. Я, может, вдохновлюсь и прочитаю другие потоки бытия. Тут их до хрена. Всем пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста! Субтитры сделал DimaTorzok